Нападение на конвой, взятие заложников и пожар. Почти все вероятные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в здании суда, заодно тренировку отработали приставы вместе со спецслужбами. Нападение на конвой первое вводное для судебных приставов. Ликвидацию ЧС они проводят совместно с сотрудниками охранно-конвойной службы. Последние при нападении изолируют подсудимого, а налетчиком занимается группа быстрого реагирования. Она всегда поблизости. После каждого происшествия здание осматривает наряд суда в поисках подозрительных личностей и предметов. У задержанного может быть сообщник. Преступники идут на все, так скажем, изыски и, может быть, от всего лишь инсценировки с целью отвлечь внимание, с целью заложить взрывное устройство или совершить иной какой-либо террористический акт. Взрывное устройство обнаружили у входа в Октябрьский суд. Теперь приставы взаимодействуют с офицерами Росгвардии. В таких случаях людей эвакуируют на расстояние минимум 100 метров. Если бы она была снаряжена поражающими элементами, вся эта территория попадала под радиус действия взрывного устройства. Действия при захвате заложника отработали при следующей тренировке. На учениях злоумышленник вооружен резиновым ножом. Давид не только лезвием, но и психологически. Полицейские показали умение вести переговоры. Чтобы сохранить жизнь заложницы, правоохранители идут на уступки злоумышленника. А требования это таковы по замыслу тренировки. Не иметь ли освободить арестованного, его, так скажем, друга, предоставить автомобиль и дать им возможность беспрепятственно покинуть здание суда. Автомобиль появился у здания суда. Но довести до конца преступный умысел разбойнику не удается. В дело вступают силовики. За действиями тамбовских приставов наблюдают руководители территориальных подразделений. Их задача – перенять модель взаимодействия с правоохранителями при ликвидации ЧП. Для нас любое событие – это, как вы правильно сказали, чрезвычайная ситуация. Самая главная цель, в частности, для наших судебных приставов, которые обеспечивают безопасность в судах, это как раз отсутствие любых чрезвычайных ситуаций. И слава богу, и, как говорится, отработке наших профессиональных навыков, наших сотрудников, что в этом году никаких чрезвычайных ситуаций в зданиях судов ни в городе, ни в области не было. Здание суда под надежной охраной. Но приставы должны быть готовы на всякий пожарный случай. Например, на случай возгорания в одном из помещений. Приставы эвакуируют людей и выносят уголовные дела. Удушающий дым отрезает выход из здания. Здесь спасатели отрабатывают сразу три варианта с пострадавшими. Одному из участников учения пришлось прыгать в куб. Страшно или не страшно, здесь надо только выжить. Но со второго этажа, конечно, тоже страшно. А если это с третьего или с пятого, то, естественно, человек в ужасе, если просто так прыгать. Но если пожар, поверьте, то и слонная нога, она лучше, чем потери жизни. На тренировке приставы учились спасать не только свои жизни, но и жизни посетителей суда. Валентина Слукина, Владимир Моисеев, Александр Щеднов. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова